Продолжая тему грязного бокса, сегодня поговорим о работе головой. Не ударах, это мы рассматривали уже отдельно, а о выдавливании и контроле противника. Воздействие происходит вот этой точке. Не лбом, не боковыми частями, то есть боковые части шеи мышцы слабее, чем здесь. Поэтому прямолинейно мы можем воздействовать мощно. Так возможны всякие смещения. Какие возможны у нас варианты? Во-первых, при входе в клинч, когда мы входим в клинч, набычиваемся и просто влетаем вперед. Тем самым, повторюсь, это не удар. Это не удар. Я просто вошел в клинч, подставив голову и здесь дорабатываю. Если противник выше или мне нужно как-то его поднять, если есть такая возможность, я подсаживаю, сделаю через нырок и поднимаюсь. Таким образом, этой частью мы наносим как бы вариант апперкоса. Выдавливаем. Следующее, это когда мы уже вошли в клинч, для того, чтобы контролировать. Это лучше делать не прямолинейно, а тактически выиграя под каким-то углом. Даем где-то в эту область. То есть он наклоняет голову. То есть, соответственно, вот на челюсть и шею мы начинаем давление. Следующим образом. То есть я сместился и начинаю его удар. Здесь у меня свободны руки, либо с одной стороны, либо с другой. Руки свободны, руками мы уже дорабатываем. Но здесь важна будет работа именно ног. Что это значит? Он оказывает давление. Выдавливаем. У меня выдавливает. Подсеред. Выдавливаем. Он выдавливает. И вот я уже перехватил инициативу. Один вариант. Либо он давит. Подсаживаюсь. И поднимаем его. Еще. Идет давление. Подсмыриваем. И выдавливаем его в другую сторону. Но при этом я все время отрабатываю углы ногами. Никакого прямолинейного воздействия. Ну и дальше соответственно возможные варианты. Идет его давление. Я могу сбросить. До работы. То есть как только происходит разрыв, как только здесь уже идет работа. Поэтому наша задача чувствовать, чувствовать, контролировать и постоянно давить. Опять же, если я давлю оппонента, и он вдруг разрывает дистанцию, сразу же начинаю работать. Некоторые упражнения, которые можно использовать. Работать аккуратно, потому что и не жестко. Если чуть соскользнем, сломается хрящ, можно повредить лицо сразу. Вот эта точка, напоминаю. Уперлись. И начинаем бодаться. Сначала на месте. Задача кто кого выдавит. Как только он убрал голову, я поменял, он прыгал. Здесь уже нет смысла продолжать. Можете травмироваться на месте. И соответственно то же самое в движении. Мы уже выбираем небольшую площадочку. И наша задача выиграть оппонента за пределы этой площадки. Следующим вариантом будет давление в грудь. Здесь у оппонента есть возможность нас как бы чуть сбрасывать. То есть когда он давит, я могу подворачиваться и сбрасывать его в сторону. Соответственно наша задача это чувствовать куда идет давление и подстраиваться и мы также стараемся выдавить оппонента. Но здесь уже подстраиваемся под плоскость на которую воздействуем. Работайте аккуратно и внимательно. Можно повредить шею, можно повредить лицо. Но именно этот вариант вам поможет при входе в глинч и выходе в глинч. Ну и плюс опять же работа выдавая мне в глинч с помощью голова освобождают руки. Пробуйте ищите. ищите. Продолжение следует...